Приветствую на моем канале для любителей семейных поездок Лерушка-путешественница. Сегодня посетим самые примечательные места Крыма, следы греческих, римских и византийских цивилизаций. Этот выпуск наравне с роликом про дворцы и парки поможет составить список главных достопримечательностей Южного берега. Ведь мы отправляемся в Севастополь, в древний Херсонес-Таврический. Поэтому сегодня мы опять сможем объединить ролик про отдых в Крыму и посещение достопримечательностей с историческим путешествием. То есть, интересное с интересным. Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самородок. Изобретательница и путешественница. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА В седьмом-пятом веках до нашей эры в Крым приплыли древние греки. Эллины, как они себя называли. Уровень их цивилизации был очень высок. Они уже основывали большие красивые города. Полисы. Древняя Греция – собирательное название. На самом деле одного большого государства у них не было, а было много независимых друг от друга городов, которые то ссорились, то мирились друг с другом. Греки заселяли берега Черного и Средиземного моря. Философ Сократ даже пошутил, что они растелись вокруг моря, как лягушки вокруг болота. Было это так давно, что любые руины из того времени представляют невероятную ценность. Ведь понять, как жили люди в те времена, когда не было ни света, ни телевизоров, ни машин, очень интересно и познавательно. В Крыму греки организовали множество колоний. Большинство из них объединил царь Метриад VI Евпатор вокруг современной Керчи. Тогда город этот назывался Пантикопей, а страна – Паспорское царство. На горе Метриад в городе Керчь можно полюбоваться остатками этого города. И на Керченском полуострове много нашли древних паспорских городов. Жаль, что они совершенно в разрушенном состоянии. От Ялты эти места далеко, и шанс посмотреть эти древнегреческие руины у вас появится только если поедете в Крым на машине. Очень рекомендую остановиться в Керчи хотя бы на один денек. Этот город сказочно богат на туристические и заповедные места. Вы уже, наверное, знаете, что греческая цивилизация одна из самых важных на нашей земле. Ведь в те темные времена, когда свет и тепло мог дать только огонь, когда некуда было укрыться от диких зверей, жили люди, которые придумали логику, мораль и этику. Такие сложные понятия, на которых до сих пор строится наше общество. И не только. Основные науки, мысль, по которой до сих пор строится развитие человечества, заложены в Греции. Это и демократия, и арифметика, и философия, и искусство, и история, и даже спортивные соревнования. А еще я очень советую обратить внимание на древнегреческие мифы, и особенно на рассказы Гомера, которые я упоминала в прошлом ролике про историю Крыма и походя на гору Кошку. Поэтому человечество так тщательно изучает остатки древнегреческих цивилизаций. Самые интересные греческие руины в Крыму – это древний город Херсонес-Таврический, расположенный прямо в городе Севастополь. Херсонес – город-былгожитель, который, в отличие от Пантикопея и других эллинистических городов Крыма, будет непрерывно существовать до самого Средневековья. Ну вот, Москве сейчас получается меньше 900 лет, а Херсонес, представьте, существовал почти 2000 лет и разрушен был уже 600 лет назад. При подъезде к Херсонесу обратите внимание на огромную крепостную стену. Конечно, она много раз перестраивалась, и то, что вы видите сейчас, это укрепление совсем уже не древнегреческого времени, а средних веков. Жилось в Херсонесе тяжко. Постоянно приходилось воевать, то завоевывать территории у окружающего населения, то отбиваться от более сильных врагов. Оставшиеся части крепостных стен красноречиво это демонстрируют. На входе в Херсонес вы сможете выбрать билеты с посещением музеев и без. По сравнению с городом, музеи тут не слишком интересные. Можете обойтись и без них. А вот экскурсию я, как всегда, советую. Однако здесь действует какая-то неорганизованная система. Нужно ждать, пока наберется 5 человек или не наберется. В общем, я ни разу не дождалась. Как пройдете на территорию Херсонеса, поворачивайте налево. Тут расположено одно из самых удивительных древнегреческих изобретений. Театр. Он был построен в начале 3 века до нашей эры. Перестраивался в римские времена. Полукругом расположены места для зрителей. А вот сцену уже распознать не удается. Прямо посередине нее построены здания и храм. Они совсем из другого времени. Из византийского. Древние греки, кроме большого количества мифических существ и героев, верили в разных богов. Каждый из них отвечал за свои аспекты жизни и природы. У каждого было свое предназначение, свой характер, свои идеи. Когда появилось христианство, все эти разнообразия, а вместе с ними и увеселение типа театров, запретили. Если у вас много сил, поднимитесь наверх по ступенькам к удаленному району Херсонеса. Тут вы найдете демонстрацию напольной мозаики. А пройдя до самых окраин этого района, вы сможете подняться на возвышенность и с помощью небольшой карты осмотреть местность. Тут огромное водохранилище, которое использовали в древние времена. Тут же рыбная лавка, на месте которой обнаружили большое количество рыбьих костей. Погуляв по этому району, возвращайтесь на главный маршрут, ведущий к музею. По пути под навесом встретится жилая усадьба Монетный двор. Называют его так, потому что тут найдено много монет. Дом древнегреческого времени. Он погиб при пожаре и в более поздние времена на этом месте сверху построили другую усадьбу. Поднимайтесь вверх к Владимирскому собору. Его видно издалека. Не зря это самый большой храм Севастополя. Двухэтажный храм 19 века пришлось реставрировать после Второй мировой войны. Немцы взорвали его во время наступления Красной Армии в 1944 году. Храм очень красив изнутри. Стоит он тут как указатель одного из самых важных моментов в истории нашей страны. Предполагается, что где-то на этом месте, в одном из храмов, которые были на этом возвышении в X веке, князь Владимир Красный Солнышко принял крещение и христианскую веру. Пройдя немного далее, вы окажетесь в самом центральном районе древнего Херсонеса Таврического. Некоторые дома занимают целые кварталы. Настолько богаты были его жители. Видно, что здания тут из совершенно разного времени. Страшно представить, но потеря города своего облика произошла руками строителей Севастополя. Да-да, проходя по кусочкам истории, мы с вами выясним, что город полностью уничтожался в XIII-XIV веках минимум четыре раза монголо-татарами и литовцами. Но на самом деле уничтожила Херсонес. Конкуренция с более успешными в Средневековье генуэзцами. Но руины еще стояли под палящим солнцем пять веков. А растаскали древние камни на постройку Севастополя уже в XVIII веке, так как строительного материала для возведения нового города не хватало, а ценить древности в то время еще не научились. Не пропустите в центре Херсонеса подземную церковь. Видимо, когда-то ее скрывали первые христиане Херсонеса, когда тут еще царили античные боги и герои. Прогулявшись под древним улицам и улочкам, через основание огромного храма вы выйдете к морю. Конечно, Херсонес это прибрежный город. Это в нем особенно прекрасно и романтично. Анна Ахматова, одна из самых известных женщин-поэтов нашей страны, провела в Севастополе большую часть детства и очень любила посещать таинственный Херсонес с его романтическими улочками и переулками. Она даже написала целую поэму про себя, море и Херсонес, которая начинается так. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывало желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга и уплывала далеко в море, на темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у врат Херсонеса говорил, что ты бродишь ночью. Пройдя по берегу, вы обнаружите, что часть Тани построена слишком близко к берегу, а часть вообще будто построена наполовину. К сожалению, море скидает древний город. Поэтому спешите увидеть то, что во взрослом возрасте, вероятно, на этом месте мы уже не застанем. Осталось совсем немного до самого запоминающегося места Херсонеса. Прямо у берега вы найдете остатки храма, часть стены с обходом, белоснежные колонны и мраморный пол. Не пропустите, рядом один из символов Севастополя – Херсонесский колокол. На нем написано, что отлит он из турецких пушек в 18 веке. После Крымской войны, о которой мы еще поговорим, когда вернемся в Севастополь, он был вывезен в Париж, а потом вернулся обратно сюда, в Херсонес, и использовался, как звуковый маяк. Из-за туманов в этом месте обычно маяк ставить было бесполезно. Ну а теперь с современным радиолокационным оборудованием и вовсе колокол стал музейным экспонатом. В этом месте здания приобретают более-менее снятные очертания. Стены становятся выше. Большие глубокие емкости в некоторых домах – это цистерны для засолки рыбы. Сидите за указателями, они выделяют особо заметные здания. В глаза бросается огромная усадьба винодела. Дальше поднимайтесь обратно вверх к Владимирскому собору. Тут собран небольшой музей под открытым небом. Разные впечатляющие элементы напольной мозаики, амфоры и пифосы, которых по морю перевозили любые жидкости и сыпучие материалы. Возвращаясь обратно, можете перед самым выходом повернуть налево, спуститься под крепостную стену. Здесь можно пройтись до другого края города, обойти внутреннюю крепостную стену и выйти в портовой части. Здесь размещена сцена и теперь проходят разные представления. Не забудьте заклинуть на сайт Херсонеса до того, как отправиться сюда. Там можно не только узнать время работы музея и проведения шоу, но и даже купить электронный билет. Город огромный, путешествие сюда займет целый день. Обязательно запаситесь удобной обувью и головными уборами. Как я уже сказала, Херсонес город длинной истории. Как вы уже поняли, его камни рассказывают нам и греческую, и римскую, и византийскую, и даже русскую историю в Крыму. Но мы с вами останемся еще в античной древности. Как любые уважающие себя греки, тамрские греки жить не могли без разных сплетен, склок и интриг. Поначалу Элли нам мало что грозило в этих первобытных суровых местах. Но со временем и сами Эллины начали захватывать и облагораживать виноградниками и полями окружающие земли. И со степной части Крыма начали появляться все более грозные соперники. Кочевники. Кочевые народы не любили строить, работать и созидать. Они любили воевать и отнимать то, что им нравилось. Несмотря на то, что Элли нам приходилось жить в постоянно грозящих им разорениях окружающих опасностях, Паспорское царство постоянно ссорилось с Херсонесом. В итоге оба попали под власть Древнего Рима, о значении которого в древности вы, конечно, тоже знаете. Ну что ж, дорогие зрители, я рада, если вам понравился мой новый выпуск. Следующим этапом нашего исследования Крыма будут остатки римской цивилизации и пещерные города Вахчисарайского района. Хотите узнать о них? Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить выход моих следующих выпусков. Оставляйте оценки моей работы в виде знака кулака с поднятым вверх большим пальцем. Всем прекрасных путешествий! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!